Кто сегодня у нас в Украине принимает важнейшие политические и военные решения? Президент принимает. Он большую автономию военной предоставил. И он, как верховный главнокомандующий, согласно закону обороненной страны, конституции и так далее, он знает все военные планы. Но он действует по принципу последнее мнение за военными. Военные говорят, условно говоря, мы все северодонецк, но удержим. Ну, удержим, давайте. Он верит военному. Крупные операции, понятно, что он не может не одобрять, потому что там вплоть до его подписи идет, общий план обороны и так далее. Но он оставляет высокую степень автономии военной. Все внимательно выслушает, анализирует, выслушивает разные точки зрения с разных сторон. Но все равно дает военным воевать. Он говорит, оказывает доверие им. То, что называется высокое доверие, в том смысле, что даже во время очень рискованных мероприятий или рискованных планов, он оставляет последнее слово за военную. Но он в курсе всего. И, безусловно, без его крайнего одобрения не может ничего случиться ни в сфере обороны, ни в сфере спецслужб, нигде. А есть же еще операции спецслужб об этом, что тоже президент руководит всем этим. Общее руководство осуществляет и контроль. Что касается внешней политики, ну, это президент целиком. Это его пререгатива, оборона внешней политики. Как вы видите, это очень успешно. Крайне успешно. И крайним примером этой успешности является визит тройки плюс президент. Большой тройки плюс президент Румынии. Потому что, ну, что греха таить. Они ехали уговаривать. А в результате вышли с чем? С поддержкой Украины. И сказали, что наша задача сделать так, чтобы, конечно, все это закончится мирным переговором. Но это правильные слова. Они всегда произносятся. Но Украина должна диктовать условия. Услышайте, это от Шульца и от Макрона. Поверьте, это был крупный дипломатический успех. Я бы даже сказал, что это стратегическая победа. Дипломатическая по масштабу, сравнимая с отходом российских войск от Киева и Черниговой Су. Безусловно. Мало кто отдает себе отчет за этим. Потому что привыкли мыслить категориями военных побед. Но на самом деле это крупнейшая победа, которая прямо скажет, определит, я не скажется, определит дальнейший ход этой войны и ее исход в том числе. Крупнейшая победа. Много лет я постоянно методично, системно говорил везде официально о том, что у нас огромное количество российской агентуры, в том числе на самом верху. И видите, война это показала наглядно. Мы видим и пример первого заместителя, председателя СБУ генерала Наумова. И Сальдо, который стал сегодня одним из главных коллаборантов. И Ковалева. Раслуги народа. Да, депутатов целый ряд. А сколько мы еще не знаем, а сколько знаем, но не говорим и так далее. Скажите, для вас такое количество предательств стало откровением или вы были готовы? Не стало. Я примерно понимал атмосферу того, что происходит. Буду еще сам выходцем из спецслужб. Да, и так далее. И могу сказать, это далеко не последний сюрприз, который нашел. Будут большие имена? Будут и большие имена в том числе. Очень большие? В том числе очень большие. Я думаю, что... Ну, там есть специфика, спецслужбистка, это же все игры, как вы понимаете. Но рано или поздно доберемся, люди узнают. И они будут потрясены до основания, когда узнают. Я вам больше скажу. Вот Христо Грузев недавно намекал, что Путин рассчитывал на крупные беспорядки сначала. Да. В контакте, в которых часть военных должна принять была участие. Это только слабый намек. Что готовили нам россияне, и что они готовят, и какое количество недобровольных украинских помощников. Причем очень серьезный выбор. Скажите, будет Владимир Александрович Зеленский встречаться с Путиным? Или это исключено? Ну, он же неоднократно говорил, что он готов. Для решения конкретного спектра вопросов. Но предлагал это когда речь шла о судьбе защитников Мариуполя. И так далее. По ряду вопросов по зерну турки пытались пробить этот самый. Но пока, скажем так, нету серьезных оснований для такой встречи. Я называю цену по российской стороне. Даже не нашей. Ну, должна быть повестка. Мы должны... Да, потому что должна быть повестка. Вы наверняка знаете наши зрители. Я не вполне уверен, что знают. Поэтому разъясним. Лидеры съезжаются на встречи, когда повестка согласована на 90%. То есть, идет... И они просто финальные вещи какие-то утверждают и прописи ставят. А на неподготовленную встречу никто не поедет. У нас же был согласованный документ. Уже тогда продиктованный практически. В большую пользу с украинской стороны, нежели с российской. Когда в Стамбуле. На Стамбульской встрече конец марта. Но после этого была буча. Президент... Ну, нечеловеческие усилия воли предприняло, чтобы вообще не выйти из переговоров. Полностью. Потому что, ну, после этого, вся наша переговорная группа просто тупо практически вся отказалась с ними встречаться. Но надо понимать, что дипломат-профессия в каком-то смысле тяжелее, чем военная и врачебная. Потому что ты должен с мудаками, которые строили бучу, разговаривать и говорить «добрый день», «здравствуйте», «давайте обсудим» и так далее. Это требует очень серьезных нервов и очень большого большого мужества, гражданского мужества. Так вот, все равно они потихоньку сошли на нет, эти переговоры. Потому что после Стамбульской встречи Российская Федерация, вместо того, чтобы пойти треком договоров, пошла треком подготовки и осуществления вот этого наступления на власти. А когда войска наступают, на каких переговорах можно говориться? Вы знаете, украинцы очень благодарные люди и они не устают говорить спасибо тем, кто это спасибо заслужил. Я пользуюсь случаем, что мы с вами сейчас разговариваем. Я хочу еще раз поблагодарить правительство Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Польши, стран Балтии. До всех, кто нам помогает и собирается помогать. Тем не менее, есть ощущение по разговорам даже с друзьями, которые сейчас на Западе находятся, по разговорам с дипломатами и так далее, что Запад от нас как-то уже устал. Снижение материалов в западной прессе, на телевидении, на радио об Украине в 22 раза на сегодняшний день. Понимает ли, на ваш взгляд, Запад, что если Путин проглотит нас, он на этом не остановится, он пойдет дальше? Понимает ли Запад, что помогая нам, они помогают себе и что это самая выгодная инвестиция в будущее западной цивилизации? Как вы считаете? Конечно, я прямо знаю. Что говорит Запад и не только Запад? Они говорят, навешайте уже россиян, поломайте, добейте путинский режим, чтобы его не было, и вам все человечество скажет большое спасибо. Единственная просьба, давайте мы в этом не будем участвовать, давайте вы сами навешивайте. Нам неохота, они говорят, особо это место. Но помогать будем. Что касается усталости, про ней сказал Джонсон, он сказал, я не дам забыть Украину, будем помогать. Я не смиря, она ушалась на усталость. У него сегодня день рождения, кстати. Об этом сказал, да, поздравляем заочно. Об этом сказал Столтенберг, глава НАТО. Он сказал, сколько бы не понадобилось, будем продолжать. Об этом сказали Драги, Шольц и Макрон. Сказали, будем помогать, сколько бы не понадобилось. И Байден вчера сказал, что Путин не остановится. Он даже назвал страны. Он сказал, Польша, Словакия, Чехия, все под угрозой страны Балтии. Были бы, если Путин, когда эта война начиналась, они уже были под угрозой, он должен был пройти Украину и потом не остановиться. Они вполне это все понимают прекрасно. Единственное, чем я их люблю подкалывать, это я говорю, подождите. Если вы так все хорошо понимаете, где Тихий Марс? Где артиллерия? Где танки? Вот и так далее. Но они говорят, ну, тут не все однозначно, но, в общем, будем помогать. Ну, хорошо. Ленд-лиз же еще не заработал, вопреки мне. Сейчас идет помощь, которую президент США, согласно закону своим ручерком пера, может поставлять. Ленд-лиз подойдет чуть позже. И это будет другая история совсем.